Когда ты мама-блогер, то твои дети иногда спят где попало. Я Дёмку очень часто вожу за собой, он очень любит проводить со мной время, такой мамин, прям совсем мамин-мамин. И в данный момент, пока я говорила по телефону, он уснул, я его так и везла, не стала перекладывать в автокресло. Сейчас надо подождать, пока он поспит, работает кондиционер, и я заодно с вами пообщаюсь. Я часто даю такой запрос, Ань, как ты зарабатываешь деньги, откуда у тебя деньги? Я, в принципе, не хотела снимать на эту тему видео, потому что я сначала думала, что это банально. Но настолько запросов много, что я подумала, ну а почему бы и не снять, потому что многие просто не понимают, что такое блогер. Это хобби, которое переросло в работу. И эта работа приносит кайф, но при этом она занимает очень много времени и много сил. Поэтому, в принципе, это не мешки таскать на стройке, но при этом это реально выматывает. Ты после съёмки возвращаешься иногда такая, что просто вот ложишься и даже раздеться у тебя нет сил. Я сниму такое видео, я расскажу, что и как. И на своём канале скоро у меня тоже выйдет видео, это проекты, в которых я принимаю участие. Но всё постепенно. В данный момент я говорила по телефону тоже с Интертопом. Вы, если вы меня смотрите, то вы знаете, что на канале Интертоп вы видели. Уже, по-моему, три ролика вышло с моим участием. Сегодня мне позвонили, сказали, что хотели бы со мной сотрудничать на постоянной основе, чтобы было где-то три ролика в месяц. Это очень приятно. То есть, можно сказать, это почти постоянная ведущая. Это радует. И Интертоп я люблю, поэтому с удовольствием буду снимать. Вот так кратенько о планах. На самом деле, я человек эмоциональный и такой импульс. Вот по импульсу я снимаю видео, по импульсу я там что-то делаю или не делаю. То есть, вот всё как чувствую, так и происходит. Летом мне не особо было желания снимать. Я больше наслаждалась детьми, с собой. Вот знаете, такое внутреннее, внутри у меня было такое ощущение, хотелось мне уединения. Поэтому я не особо снимала. Но на то он и отпуск, чтобы быть в уединении. Сейчас уже будет школа, надо дёмку оформлять в детский сад. Я, кстати, сегодня была в предыдущей киношколе и забрала документы. Кстати, вот они здесь у меня. Забрала документы, завтра отвезу документы... У самого справа. Отвезу документы в школу новую. Часто задают вопрос, в какую школу Ника пойдёт. Думала-думала и решила отдать её в сельскую школу. Это не есть плохо, потому что я сама училась... Я училась в городе, но я училась в потом уже специальной школе за городом. И за Петей у него была астма, и в Запорожье воздух ему не подходил, его отправили за город. И астму, как бы, можно сказать, её вылечили, да, с помощью... И он перерос с помощью воздуха чистого. Это в Запорожье на Великом Лугу. И, естественно, мама, он маленький, она говорит, но я его одного туда не отправлю, поэтому я меняю тебе школу, ты тоже туда пойдёшь. Я очень много плакала, я не хотела уходить, но я вообще очень рада, что туда попала, потому что учителя офигенные, класс был классный. Ну, в общем, и вы знаете, я очень подтянулась, потому что я училась в гимназии, и нас было 40 человек. Так, учителя просто физически не успевали уделять внимание каждому. А когда я училась в этой школе, там было, по-моему, нас или 15, ну, в общем, мало. И уделялось вообще внимание каждому. Это, ну, очень-очень классно сказалось на моей учёбе. Я думаю, что у Ники будет то же самое, потому что всего лишь 20 учеников в её классе, и меня это радует. Я надеюсь, она найдёт общий язык, и всё будет хорошо. Кое-что я ей купила, но чемодан был потерян в её лагере, она вернулась без вещей, и из-за этого теперь у неё нет обуви, кроме санталии, вообще никакой. Все кроссовки, всё осталось где-то там, в Карпатах. Поэтому надо полностью ей теперь заново всё покупать. Просто у неё за лето выросла нога, у неё уже 40-й размер. Но, слава богу, уже расти больше нога не будет, я уверена в этом. Но она вывахала, она ростом почти с меня, и размер у неё тоже вот по сути мой, только единственное, что у меня бёдра шире. А так можно одеваться вообще в одну и ту же одежду. В какой-то мере это плюс. Но по размеру обуви у меня 38 максимум, когда-то в каких-то производителях 39, а у неё уже 40-й. Поэтому с обувью её не алё. И надо ей купить ещё, наверное, какой-то рюкзак. Ну, частично что-то было куплено, а частично нет. Кстати, сейчас в Эпицентре проходит школьный ярмарок. Так как я в Эпицентре застройки постоянно езжу, так я думаю, о, а там всё на свете есть для школы. Очень удобно. Не надо вот это ездить на другие какие-то ярмарки. Ты в Эпицентр заехал и всё купил. Но это лично у меня. По поводу второго канала, который у меня есть, и может быть кто-то меня смотрит новенький. У меня есть второй канал, называется он «Жизмама, которая девушка». Там я рассказываю о одежде, о разных процедурах, о красоте и так далее. Поэтому заходите, смотрите, потому что в данный момент я купила себе такую бузочку, очень прикольную. Но она так светится здорово. Я начала миксовать под неё бельё. Некрасиво, когда бельё, вот я не люблю, когда шлейки торчат. Когда надеваю телесное, ну тоже видно, что бюстгальтер. Ну в общем, комбинировала, комбинировала. И решила, что можно сделать вот так. Это бельё кружевное, то есть такое бра, да, и сверху это блузка. И оно так классно смотрится, и можно на разные цвета подбирать. Яркие, например, да. Также у меня там есть, купила недавно, кружевное. Вот здесь вот, то есть идёт как просто обычный лифчик. И вот тут вот идут кружева. Тоже очень красиво смотрится. Поэтому с обычной, например, вот такой вот блузкой можно так играться. Ну очень классно. И я вот думаю, надо снять видео. Я по скидкам купила много таких хороших вещей, которые сейчас ещё есть. И на своём вот канале Жизнь Мамка Традёшка я обо всём этом рассказываю. Потому что я считаю, что надо делиться. Купить люкс одежду может не каждый. Это первое. И в данный момент я не могу себе позволить купить люксовую одежду. И я не могу сказать, что я от этого сильно страдаю. Вот, я покупаю масс-маркет и отлично себя в этом чувствую. Когда-то придёт время и для люкса. Вот, но пока так. И что хочу сказать по поводу, например, масс-маркета. Что можно комбинировать? Элементарные какие-то простые маечки надевать под пиджачки. Вот даже вот эту вот блузку, она, конечно, не маечка. Она тоже вот идёт с кружевом, такая красивая. Но это не шёлк, это полистер. Но очень для лета комфортно. То есть, мне в ней не жарко. И сверху можно надеть, например, я купила пиджак такого, он не красный, но такого кораллового цвета. Классно так смотрится под эту блузку. Ну, супер. И, например, под джинсы. Обычный лук, но с изюминкой. Вот я люблю вот такую вот одежду. Вот такой, знаете, как ненавязчивый кэжул, но с яркими акцентами. Вот это вот всё, опять же, я сейчас сниму и выложу на канал Жить Мам, Которая Девушка. И ещё мы там с Никой экспериментировали по поводу красок для волос. Вот. А чего я вам рассказываю? Давайте, наверное, всё-таки на канал Жить Мам, Которая Девушка. Там вы всё найдёте. Ещё забыла показать, но не знаю, насколько это будет полезно, но в любом случае скажу, потому что вдруг кому-то всё-таки это пригодится. У меня появилась обновочка. Это наушники. Они беспроводные, то есть, ну, полоски. Я их очень хотела, мне казалось, что они прям незаменимые, что вот прям такие они, вот, они у меня появятся и жизнь наладится. Ну, знаете, такое бывает. Они у меня есть, но я не пойму кайфа. Вот скажу честно. Мне жутко давят в уши, мне неудобно, мне хочется их снять. Когда я на трассе ездила в Одессу, с Одессы, да, я их надевала. О, малыш проснулся, просыпается. Я их надевала, потому что были разговоры, и действительно, руль надо держать двумя руками, потому что скорость. Но так, в принципе, я просто сейчас листала Инстаграм, и много моих близких, знакомых, друзей, которые вот в этих наушниках на фотографии. И ходить все время с ними, я вот не могу понять, я кайфа не уловила, хотя думала, что они у меня появятся, и я поймаю этот кайф. Нет, мне в них неудобно. Я вот даже одежду для наушников приобрела. Кстати, если вам надо, то могу оставить внизу ссылочку, где можно приобрести такую одежку, такие чехольчики для наушников. У меня, кстати, не только чехольчик есть, у меня есть еще и к ним для спорта, такие, как правильно они называются. Вставляете туда наушники, для того, чтобы они там не выпали, когда вы бежите. Как-то так. Вот, и я не могу понять, напишите мне в комментариях, пожалуйста, может быть, я как-то не распробовала. Я сейчас такое ощутила, вы не представляете. У каждого человека есть какой-то внутренний запрос, какая-то внутренняя просьба, ожидание чего-то. Мы сами понимаем, чего мы хотим. Иногда это приходит свыше. Вот сегодня мне пришло свыше. Буквально несколько дней назад я подумала о том, что очень много работы, мне не хватает времени на чтение. Я стала очень мало медитировать, днями иногда вообще не медитирую. А медитация для меня это, знаете как, это внутренняя гармония. Потому что быт, он настолько вот съедает тебя. Вот, ну, я не могу этого объяснить, это вот такое мое представление. Не буду сейчас углубляться, просто скажу, что вот я только подумала о том, что очень мало я стала уделять времени духовности. Иду навстречу, припарковалась и прохожу мимо. Стоит монах. Монах, не батюшка, именно монах. Кришнаит. И говорит, а можно вопрос? Я говорю, да, конечно, задавайте. Он говорит, а у вас в роду все-таки красиво. Мне стало смешно, но это понятное дело, просто как бы разрядить обстановку. Я говорю, конечно, все. Он мне дарит книгу. Наука самоопознания. И говорит, возьмите, почитайте. Я говорю, в смысле, вы мне дарите? Он такой говорит, да. Я стояла такая вот так вот. Объясню, почему. Я только подумала о том, что специально я не ищу обычно, вот как я попопала вообще. Попопала. Да, я попопала. Как я попала на Шри-Ланку. Это был просто запрос уехать и разобраться в себе. Мне поступил звонок с Инверии от Юли, от девочки. И она говорит, Тань, ты когда-то говорила о том, что ты хотела на Шри-Ланку. Я говорю, да, было дело. Она говорит, ну, мы едем на Шри-Ланку, поехали с нами. Я говорю, сколько стоит? Ну, она назвала сумму. Я говорю, не, я, наверное, не потяну. Сейчас у меня много дел. Нет. Я три дня, как бы, я не то чтобы думала, да. Я три дня была в такой вот, знаете, в своих мыслях. Вот в этих проблемах, которые у меня были. Потом, почему бы не поехать? И поехала. И вот с того момента, ну, то есть интуитивно, да, я по часам, мне надо ехать. Я поехала. И с того момента я стала, можно сказать, делать запросы Вселенной. Очень часто бывает какая-то ситуация, когда ты не знаешь, как ее решить. И ты говоришь, Вселенная, помоги. Вот, или как Бог даст. Все в Божьих руках. Вот что-то типа такого. И вот буквально, я же говорю, пару дней назад у меня был такой вот запрос. Мне нужна информация, духовная информация, потому что я ее не ищу специально. Она должна прийти от кого-то, с каких-то уст, я не знаю, по какому-то действию. Кто-то должен что-то сказать, а ты должен просто это уловить. А тут мне просто на улице дарят книгу. Это о чем говорит? Аня, притормози и занимайся. Займись собой, своим внутренним миром, потому что то состояние, которое у меня было, когда я вернулась после Шри-Ланки и полгода после, я его никогда не забуду. Это было просто потрясающее время, когда я чувствовала такую гармонию внутри. Вы себе не представляете, я хочу ее вернуть. Но для того, чтобы ее вернуть, опять же, я понимаю, что мне надо притормозить. А я боюсь, что если я приторможу, то я финансово потеряю, потому что я работаю. В общем, что-то надо делать. Я вот в пост делала в Инстаграм, написала как раз об этом. И тут, видите, мне книгу подарили. Я вам серьезно говорю, все, не просто так, у меня аж мурашки сейчас по коже бегут. Девочки в чатике, которые сейчас меня смотрят, они поймут, о чем я. Потому что мы это тоже обсуждаем, и мы решили продлить наш челлендж. Я думаю, может быть, сделать еще один. Но я настолько прикипела к девочкам в этом нашем чатике, в этом челлендже, что прям даже не знаю, как начинать новый, потому что у меня запросы. Аня, когда будет следующий? Аня, когда будет следующий? Вот, но как-то так. Это я решила с вами поделиться. Почему? Рассказать вам. Не поделиться, рассказать. Такую информацию, что замечаете детали, обращайте внимание на определенные какие-то особенности. Кажется, что это мелочь, но это может быть не мелочь. И разговаривайте с Богом, с Вселенной. Все он слышит. Все он слышит. Я на открытии салона Big Malone. Я уже рассказывала в Инстаграме о нем. Здесь работают исключительно мужчины. Это так круто. Сейчас я вам сделаю небольшую экскурсию. И покажу. И у меня будет сейчас еще укладочек. И сейчас я вам сделаю чуть-чуть на другом камеру переверну. А здесь зона для фотосета. И вот модель. Доброе утро. Да, оно такое, 8 утра. В салоне с Макдональдсом и кофе с Захтасакара. Да, и с красотой девочки. А, ты про еду? Кто что, кому что. Я взяла три обруча. Безумно красивые. В салон привезли. И сейчас была примерка. Я в сторис все показывала. Сейчас я вам камеру переключу. Покажу очень красивые обручи. Вот они. Такая красотень. Цена. Ну, они разные по ценам. И семьсот пятьдесят, и четыреста, и триста. Вот. Вот такие вот двойные. Очень красиво смотрятся. Но серый цвет, который мне очень понравился, очень подошел. Марина забрала себе. Вот. Такой еще. Я взяла себе какой-то. Тоже серый. И взяла еще все зеленый. Маме взяла вот такой вот синий. Вот. Их тут много разных-разных-разных. Это мы просто это зеркало. Примерялись. Сейчас я вам покажу, где их много. Вот они тут все. И разные цвета. Вот любой цвет глаз. Тут есть зеленый и вот изумрудный такой цвет. Розовый, синий, белый, красный. Черный, синий тоже, кстати, очень красивый. Бордовый. Серый классно смотрится. Да, на мне. И вот такой вот еще есть. Вот такой вот коричневый. Это салон Enjoy, если что. Так что, приходите. Сделала Марине такую рекламку. А что это за бренд, Марин? Это девочки делают, я не помню, делают, честно говоря. Они есть в Инстаграм. Можно на страничке посмотреть. У них очень много изделий. Макароны, сережки, браслеты. Просто мы сейчас сделали заказ, все не успели заказать. Но цены у вас одинаковые? Цены у нас с разницей только на доставку новой почты. А, ну то есть одинаковые. Да. Поэтому, если что, можно к нам приехать примерить. Просто лучше померить, потому что я себе планировала, откладывала два обруча, которые зеленые себе хотела и темно-серые. В итоге, конечно, я взяла бежевый, темно-серый и красный. Хотя красный, я не думала, что мне будет хорошо. А зеленый мне не подошел. Ну, зеленый смотрится офигенно, я взяла зеленый. На тебе красиво. Мне вообще, он как отдельно живущий от меня получился обруч. А сейчас на тебе какой? Это серый. А, ой, ужасно. Я взяла тоненький серый, широкий серый. Тоже. И двойной, да? Двойной, тоже. Широкий, я хотела себе широкий взять. Мне вообще некрасиво широко. Поэтому, конечно, лучше померить. А мне широкий наоборот подходят. А я вообще хотела себе взять тоненький, взяла широкий. Да, надо примерять. Девочки, у меня тут подарок для вас. А вы мух гоняете. Та-дам, та-дам, та-дам. А мне? Та-дам, та-дам, та-дам. Ух ты. А мне? Это Доминики. Сразу определила. Да. А мне подарок? Это Оле. Спасибо. А это Аня. Вот это девочка. Да? Нет, такой полный карман. Я знаю. Ты кого? Меня снимаешь? Аня, какая ты бессовестная. Я не одела еще. У меня волосы. Надо еще раз спустить. Мам, я хотела всем подарок. Ну, это же для девочек. Ты девочка. Я девочка. А для мальчиков не привезла? А для мальчиков не привезла? А для мальчиков не сколько тебе? Конфеты на палочки. Смотри, как много. Я так с ним подарок. А какой это подарок должен быть? А ну, расскажи. Сегодня день независимости. Но у меня отчасти рахущий день. Еду на съемку с Евгением Клопотенко. Я думаю, вы его знаете. Это кулинар великий. Вот. Снимаем совместное видео. Два, три. Все, пишем. Всем привет. Мы сегодня на моем YouTube-канале. Меня зовут Евгений Клопотенко. И со мной... Анна Запорожская. Хотела бы я тебя представить. Ну, я сделаю это сама. Спасибо тебе большое. Мама, которая девушка. Мама, которая девушка? Да. Мама, которая девушка. Воу. Я не ожидал. Мама, которая девушка. Это мой хэштег. Да, видишь. Все. Детали и красивая тарелка. И теперь... Сыр тоже. Можно не использовать не пармезан, а любую другую. Но очень важно его мелко нарезать. И вот так вот. Ну что ж. Мы уже все отсняли. Уже не на канале будет крутой салат. И очень-очень готовится. Я вам ссылочку оставлю. И потом мы будем готовить унижение уже на моем канале. Ну что. Я уже собираюсь ложиться отдыхать. И буду сразу монтировать видео. Оно выйдет в начале сентября. Почему? Потому что я решила, что с сентября у меня видео начнут выходить один-два раза в неделю стабильно. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. И мой инстаграм там жизнь живет. Все. Всем пока-пока.